Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю вас с воскресным днём и с памятью святого праведного филарета Милостивого, который жил в восьмом веке и был очень богат, и отличался милостью, милосердием и любовью к нищим. Он постоянно уделял из своего имения большую часть для того, чтобы кормить нищих, помогать всем убогим и несчастным. Но вот на их страну напали враги и опустошили ту область, в которой жил святой праведный филарет Милостивый, и отняли у него всё богатство. Остался только его дворец очень красивый, но в этом дворце ничего не было. Остались у него два вала, одна корова, как мы сегодня слышали из жития, и несколько ульев. И то к нему приходит христианин, которого тоже так же ограбили, и попросил у него вала, потому что у него последний вол упал, и похать землю было нечем. Он отдаёт ему вала, потом отдаёт другого вала, потом отдаёт кормилицу, а потом раздаёт весь хлеб. Так что самому ему, его жене, его детям было нечего есть, они ели лебеду. И они возроптали на святого праведного Иоанна Милостивого. Они ему говорили, зачем же ты отдаёшь самое последнее. Даже те, кому ты отдаёшь, они теперь лучше живут, и они с голода не умирают, а мы нуждаемся очень сильно. Но у филарета была настолько сильна вера, что он говорил, что Господь на нас вознаградит. Он всё время говорил эти слова, и когда вала отдавал, и когда корову отдавал, а вот близкие видели, что Господь не вознаграждает, что всё хуже, хуже и хуже становится, и что они уже начинают лишаться и голодать. А Господь не помогает им. Но вера филарета, она всё преодолела. И его внучка вышла замуж за императора. И таким образом всё богатство им вернулось, и он продолжал благотворить. Его жизнеописание с чем-то похоже на жизнь святого праведного Иова, многострадального. Когда Господь испытывает веру в праведника, испытывает до конца, и лишние не могут выдерживать этого посещения Божия. Они постоянно ропщут. Как у Иова роптала его жена, так и у святого праведного Филарета Милостива, конечно, начинают роптать первые женщины. Жена зароптала, дети зароптали. Но потом Господь показывает, насколько их ропот вот этот богопротивен. Действительно, по молитве, по вере этого праведника, всё возвращается ему, и он становится опять богатым. Хотя, внучка его вышла замуж за Константина Капранима, который был иконоборцем и таким очень нечестивым императором. Но, тем не менее, эта сторона как-то в жизни святого милостивого не выделяется, а именно его подвиг. И мы с вами видим, что даже промысл Божий, как действует, даже сочетав браком с нечестивым императором, всё равно праведника вознаграждает, и всё равно жена этого нечестивого императора может спастись. А жена праведника может погибнуть, как мы видим, например, на примере жены Ио Многострадального, и чуть не погибла жена святого праведного Филарета Мирска. Насколько вот это опасно, роптать на Бога и жить к своему уму, не надеясь на промысл Божий. А Филарете, конечно, удивляет вот это его упование на Бога и то, что он может отдать самое последнее. И здесь нам нужно, конечно, поучиться у него, особенно нам, прихожанам нашего храма. Потому что вот эта неделя, которая прошла, она была весьма показательна для нашего душанбинского прихода. У нас были очень важные события на этой неделе. И было праздник знамени иконы Божьей Матери. Мы в течение целого года собирали средства для того, чтобы сделать киот из дуба красивой для этой иконы. И вот когда наступил сам праздник, в храм никто не пришёл. Почти никто не пришёл. Были одни и те же люди, которые ходят почти каждый день в храм. Небольшая горстка людей. Потом было освящение вот этого центрального предела. Это очень редкое событие, когда освящается престол, на тем более центральный престол, престол святителя Николая. Мы объявляли на прошлое воскресенье, что у нас будет это событие. И опять же, картина была такая же. В храм никто не пришёл, хотя это очень удивительное и редкое событие, когда благодать обновления храма, она касается буквально каждого человека. То есть, получается, что прихожане нашего храма не хотят ничем пожертвовать. Даже нет обычной любознательности, хотя бы прийти и посмотреть, что это такое. Не могут ничем пожертвовать, ни своим временем, ни своей работой. То есть, главнее всё вот это. Главнее наша житейская, мирская жизнь. Причём очень часто про это мы говорили, что нужно жертвовать ради Бога временем своим, силами своими. И средствами тоже своими обязательно нужно жертвовать. Но картина никак не меняется. И вот эта недельная была очень показательной. Был праздник святого Андрея Первозванного, который в календаре отмечен красным цветом. Суббота причём, день выходной, когда никто не работает. И у нас не было на все ночные ни одного Андрея, а на литургии не было ни одного причастника Андрея. Как будто в душамбе нет Андрея. Это, конечно, картина плачевная. Такая, которую я нигде не видел. Плачевная картина состояния нашей Пасхы. Которая пропускает службы. А ведь пропустить службы, это всё равно, что опокрасть самого себя. Мы же с вами знаем, что это одна из заповедей. Помни день субботний. Шесть дней делать дела свои, а день субботний посвящай Богу. День субботний начинается не в воскресенье, не сегодня, а вчера он начался. И день субботний, не только вечер субботы и утро воскресенья. Это и праздники тоже. Тем более такие редкие праздники, как обновление храма. Тем более такой праздник, как День Ангела. Потому что в День Ангела все должны обязательно причащаться на День Своего Ангела. А спроси сейчас у вас, у кого когда День Ангела? И большинство не знают, когда у кого День Ангела. Это тоже очень нехорошая картина. И очень болезненный симптом состояния нашей паства. Вот было столько праздников, столько было событий, столько было радости на этой неделе. И основная часть нашей паства Душанбинской всего этого лишила. Вся эта радость прошла мимо вас. И это очень жалко и очень плачевно. То есть вы сами себя обкрадываете. Вы не даете себе получить ту награду, которую Господь уготовал вам. Если бы вы пришли в храм и участвовали в этих радостных событиях. Вы засуетились опять на своей работе, в своем дому, в своем быту, около телевизора. И совершенно не хотите поднять голову выше от земли, оторваться от этой земли, отлепиться от нее. Вы подавливаетесь жене Лота. Жене Ио Многострадательного. Жене праведного Филарета Милости у вас. А кослись нас какие-то нечастия, мы тут же начнем роптать. Потому что сейчас мы ждем благополучие. И надо благодарить Бога. И вы видите, какие глобальные события в мире происходят. Когда это благополучие может исчезнуть в один день. И исчезнет оно, если мы будем вот так молиться. Если мы на такие дни, в святые дни, в редкие дни, в нашей церкви, мы не будем ходить на храм. Храм и не будем молиться. Потому что молитва верующего, это есть удерживающий, который не дает прийти в мир скорбям. Не дает прийти в мир антихристу. Но сегодня вот особый день, конечно, память святей Филариты Милостивого. И нам нужно подражать этому святому. И у нас предоставляется сегодня прекрасная возможность исправиться. Потому что в нашем приходе случилось несчастье. У нас заболела одна наша прихожанка. Очень серьезно, очень быстро. И ей требуется срочная операция, которая очень дорого стоит. Она сегодня уезжает в Москву. И ей нужно собрать очень большую сумму денег. Не просто там какое-то самое. А потому что операция, это очень дорогая. И обследование очень дорогое. И человек уезжает уже сегодня. У нас нет времени долго собирать эти средства для нее. У нас вот один сегодняшний день, когда мы можем, подражая Филариту Милостивому, на помощь ближнему пожертвовать средствам. Вот здесь вот сейчас стоит Герман с тарелкой. Он будет собирать. И мы сегодня же отдадим эти средства сразу же после литургии. И человек улетит в Москву и будем молиться о рабе Божьей, тяжко-болящей Ольге, чтобы Господь ей помог. И поэтому я вас призываю не скупиться, а помочь человеку, чтобы хотя бы часть тех средств, которые ей потребуются, как-то восполнят, потому что они уже заложили квартиру, готовы лишиться всего, чтобы помочь своей матери. И поэтому мы должны наш премуделок тоже принять в этом участие. Поздравляю вас еще раз с праздником, причастливаясь с принятием гречистых и христовых тайн. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!